Которые прямо-таки не кричат. Это видео. Коны и... Жуткие теории, кто такие жители. Так, сейчас, секунду, это интересно. Нравится. Так, ну давай. И снова здравствуй, зритель. Сегодня темой нашего теоретизирования будут деревенские жители, обитающие в мире Майнкрафта. На первый взгляд, это достаточно безобидные персонажи, которые живут в своих маленьких деревнях и никого не трогают. Даже главного героя, если он решает убить их. У данных персонажей даже есть церкви, они торгуют разными товарами, плюс некоторые из них еще и вроде как образованные. Судя из имеющихся библиотек, что есть в каждой деревне. Однако, не задавались ли вы никогда вопросом, а кто эти жители на самом деле? Почему... Выдвигаю свою теорию, кто жители на самом деле. Я считаю, что жители это тупо... Тупо жители, и все. Ну, в смысле, поселенцы. Уровень развития у них, ну, примерно, да я не знаю, 14 век. Ну ладно, нет, почему? Ну да, 14 век. Даже раньше, даже гораздо раньше. Может быть, даже нулевой век. Что, есть письменность, есть торговля. Да и все. Общаться могут. Разговаривать могут письменность, есть торговля, есть. Торговля это одна из самых первых вещей, типа, которую люди, ну, типа, у людей появилось. Типа, воровать не так уж и хорошо, а вот торговать это норма тема. Торговля норма, письменность. Письменность тоже до нашей эры была. Так что это, ну, это как бы просто поселенцы и очень такого дебильного уровня развития. Не, ну подождите, давайте так. В каком веке появилось железо? Так. Опа! Дамы и господа, 12 век. Вот, есть там, все, 12 век. Ну, примерно, как я и сказал. А, блядь, пацаны. 12 век до нашей эры. У этих ребят. Развитие. 12 век до нашей эры. Ну, все. Все, ну, они максимум, что могут, реально, обрабатывать кожу, это могли чуть ли не первобытные люди. Средневековые уж точно. Железо, 12 век. Что они могут такого, что не могут вот прям... Да ничего они не могут. Ну, магия чуть-чуть есть. Но это вера, считайте. Поэтому тут особо и ничего тут и не скажешь. Ну, давай, погнали. Люди... Неужели он что-то прям крутое придумает? Сильно не похожи на Стива и говорят на абсолютно чужом, понятном только им языке, а так... Не похожи на Стива и говорят на непонятном языке. Ну, ладно, блядь. Африканец тоже не похож на европеоиды и говорит на не таком тоже языке. Хай. Как имена не связаны с еврейской мифологией? Купец, жуткие теории. Что ж, начиная разбирать личность жителей и их происхождение, уже сходу можно с уверенностью сказать, что они явно не являются такими же людьми, как и наш главный герой Стив. Они, разумеется, конечно, похожи на людей, это неоспоримо. Однако такое ощущение, что они являются скорее каким-то древним народом, забытой цивилизацией. В то время как Стив, в принципе, можно сказать, похож на человека из нашего времени. Такой вывод можно сделать из его внешности и одежды, что представляет из себя рубашку, джинсы и обувь, что очень характерно для людей нашего века. А вот у жителей одежда же намного более древняя, к тому же они имеют очень большой лоб, длинные носы и слишком густые брови. Конечно, это не обязательно говорит о том, что они являются древней цивилизацией. Вполне возможно, они являются еврейским народом, но не потому, что у всех евреев якобы большой нос, густые брови, и они любят торговаться. Давайте не будем сейчас брать эти глупые стереотипы. Давайте лучше возьмем моменты в жизни жителей, такие как, например, их одежда. Не кажется ли она вам очень сильно похожей на одежду именно из древнееврейской культуры? У жителей мира Майнкрафта даже нет деления на мужскую и женскую одежды. Что-то ни о чем, если честно. Как это? Араб. Господа, а вам не кажется, что жители это на самом деле не евреи, а арабы? Ну, что-то вообще ни о чем. Ну, это накидка такая, это араба, она как бы у всех бывает. Ну, что за бред? Не знаю. Египетские цыгане. О, блядь, пацаны, все. Реально, все. Жители это на самом деле египетские цыгане. Я только что придумал это слово, оказывается мне выдало, блядь, как житель выглядит. Вот сравните, вот и египетские цыгане. У жителей мира Майнкрафта даже нет деления на мужскую и женскую одежду, они все носят одинаковые длинные балахоны, и неважно, парень ты или девушка. У древних евреев было точно так же, у них не было в плане одежды делений между мужчиной и женщиной. Да и дома жителей, которые спавнятся в пустынном биоме, очень уж сильно похожи на городские жилища в древнем Иерусалиме. Да и големы, защищающие жителей, это буквально отсылка на реального голема из древнееврейской культуры. По легенде, он был примерно похож на то, что мы видим в игре, а также он был создан специально для защиты еврейского народа. И не кажется ли вам это странным, что и в мире Майнкрафта големы тоже защищают персонажей, что очень уж сильно похоже на древних евреев? Все прямо-таки и кричит о том, что в Майнкрафте есть какой-то еврейский подтекст, и жители как нельзя лучше вписываются в него. Однако, согласитесь, это был бы слишком простой и скучный выпуск, будь все так просто. Видите ли, хоть в мире Майнкрафта и прослеживается явная связь между еврейским народом и жителями, у нас все равно есть факты, указывающие на то... Какая? Ну, если честно, ну, вы мне говорите, досмотри, досмотри, но в чем тогда суть реакции, если я... Я вот реагирую в плане видео, может быть, когда я досмотрю, я поменяю свое мнение. Но пока мое мнение, что это дебилизм. Ну, естественно, раба, во-первых, это не еврейская одежда, это... Древний Рим, бомж. Сейчас я найду, как выглядел древнеримские войны, выглядели так. Внимание, о господи, блядь! И слуги, и цари, и короли, и бабы, и мужики, все в одинаковых были одеждах. Это то время, но это раба, алло. Только у них покороче, потому что жарко было в Риме, ёпты. Капец, я вот так вот на улице вышла, вообще тепло. А зачем ты вышла на улицу? А он меня внизу ждал. Дебилизм. Ну, что-то это бред какой-то, ну, если честно. Ну, ой, древние евреи ядрить балахоны носили. Да все, в особенности бедняки, такую одежду и носили. Зачем он носил эту маску? Потому что гуляли они по пустыне, надо было переклевать лицо. И вообще надо было как можно больше одеваться, для того, чтобы песок никуда не попадал. Ну, алло, ну, чё за... Это... А тут он говорит то, что, блядь, дома похожи на древние еврейские. Тупо потому, что квадраты. Тут больше ничего не похоже. И вот именно из-за квадратов. Вот смотрите. Вот он говорит. Вот они, жилища древние еврейские. Вот так вот выглядели. А теперь смотрите. Тут крыши, блядь, есть. И они деревянные. Ничего нету, кроме как формы квадрата, а, блядь, в Майнкрафте. Ну, это, это пиздец какой-то. Вот единственное, то, что я не могу проверить и я не знал, то, что может быть, вот это было. Все остальное, ну, не подходит. А вы мне говорите, блин... Очень уж сильно похоже на древних евреев. Все прямо-таки и кричит о том, что в Майнкрафте есть какой-то еврейский подтекст. И жители как нельзя лучше... С чего вы это кричали? Однако, согласитесь, это был бы слишком простой и скучный выпуск. Будь все так просто. Видите ли, хоть в мире Майнкрафта и прослеживается явная связь между еврейским народом и жителями, у нас все равно есть факты, указывающие на то, что эти жители не совсем те евреи, о которых мы все думаем. Да, у них есть колем из еврейской мифологии, похожая одежда, религия и дома, прямо как будто бы срисованные из древнего Иерусалима. Фу, блядь, Дорин. Отпишись от моего канала, нахер, мудак. Лима. Однако, все жители в Майнкрафте лысые, к тому же мы ни разу не видим у них кипу на голове. Да и вдобавок они продают свинину, а это, думаю, не нужно объяснять. Таким образом, жители не являются евреями, но тогда кто же они? Вообще, лично... Так, внимание, кто говорил то, что... Вот сейчас он сам сказал то, что древние жители не являются евреями. Кто мне говорил то, что я мудак и я с ним спорю, они, блядь, не являются евреями! Он сам это сказал! Я, блядь, был прав, охуеть! Фу! Я бы сказал, что их общество очень уж сильно напоминает мне общество из сократовского диалога, написанного Платоном, которое описывается в книге Государства. И в принципе, если учитывать, что многие утопические и антиутопические произведения черпали вдохновение именно у Платона, то возможно, что и Майнкрафт не был исключением. Однако, хоть фактов, указывающих на связь между Платоновским государством и жителями в Майнкрафте действительно более чем достаточно, намного более вероятно, что жители мира Майнкрафт это собирательный образ народов древних времен. И они не берут за свою основу именно какой-то определенный... Собирательный образ народов древних времен, блядь! А то, что я вам сейчас показывал египетских цыган и римлян, сука, вот кто... Я гений, вы не понимаете? Я мегамозг! Я сразу, блядь, вам начал показывать! А вы мне говорите, ядрит питорка, ты с ним споришь, купет! Я заранее уже, как сенечку гопник щелкает, вот так я расщелкнул эту теорию. Зеленый народ, типа евреев, они лишь немного черпают язык древнееврейской культуры и идут немного по их стопам. Да и к тому же, создатель Майнкрафта Ночь является убежденным атеистом. И вряд ли он бы засовывал подобную поскольку намеренно в игру. Поэтому, скорее всего, жители Майнкрафта это просто собирательные образы. Однако, тогда напрашивается один очень логичный вопрос. А что вообще происходит в Майнкрафте? Да, мы уже как-то выяснили в прошлом выпуске, который вы можете найти в плейлисте, расположенном в правом верхнем углу экрана, что Майнкрафт, как такового сюжета, в принципе, не имеет. Однако, он не имел в себе этого самого сюжета давным-давно. А вот после того, как Майнкрафт перешел в руки Майкрософта, они начали добавлять новых мобов, новые локации, буквально пропитанные секретным сюжетом. И вообще, в игре реально появилось очень много странностей, которые имеют за собой пугающую подоплеку и ужасающий смысл, как, например, утопленники. И если раньше Майнкрафта был игрой песочницы бессмысла, то теперь в эту игру наконец-то безлидет. Пойдем, ну он уже не про жителей говорит. То есть, все, вот он рассказал тайну жителей, то, что это собирательный образ, все? Или как? Действительно странный сюжет. Сюжет, опираясь на который жители из Майнкрафта, это, можно сказать, потомки Стива. Да, согласен, это звучит более чем странно, и вы наверняка сейчас думаете, что за бред я несу. Однако, вам никогда не казалось странным, что Стив вдруг из ниоткуда появляется в абсолютно незнакомом ему мире, где нет ни одного персонажа, кто хоть как-то бы был похож на него. Он даже не понимает язык жителей, и не потому, что они просто мычат вместо слов, а потому, что мир, в который попал Стив, абсолютно для него чужой. Главный герой даже не может читать книги в этом мире. И да, на первый взгляд, можно сказать, это потому, что они все являются книгами заклинаний, и используются при зачаровывании вещей, поэтому-то их содержимое непонятно Стиву. Однако, что если причина, по которой игрок не может читать книги, не в том, что они магические? Что, если язык, на котором они написаны, просто чужой для Стива? Разумеется, любая книга... Я сейчас минуту жизни слушал о том, что почему Стив не может читать другой язык, потому что это другой язык. В Майнкрафте, созданное или найденное, может быть использован для зачаровывания или создания зачарованной книги. Таким образом, в теории, любая книга в Майнкрафте является книгой заклинаний. Однако, книжные полки, которые находятся в деревнях жителей Майнкрафта, можно использовать для усиления столика зачаровывания. И когда мы это делаем, то мы четко видим язык, на котором эти книги написаны. Теория заключается в том, что Стив, как и мы, игроки, не понимает этот язык потому, что он не из нашего времени. Видите ли, в мире Майнкрафта мы четко видим, что землю захватили зомби, которые очень уж сильно похожи на главного героя Стива. И, будем честны, это волей-неволей наводит на мысли о том, что Стив является кем-то типа выжившего, он является единственным человеком, что смог как-то пережить все это восстание зомби. Это я такое слышал. В мире Майнкрафта складывается даже такое ощущение, что в нем произошла какая-то глобальная катастрофа, которая привела мир к тому, что мы видим в игре. А жители же в этом мире, это лишь заново запущенный эволюционный процесс, и они находятся в постоянной эволюции. Это, в принципе, объясняет, почему они так сильно похожи на древние народы, но не полностью. Потому что они идут по их же стопам, но с немного своими ответвлениями и особенностями. Это также объясняет, почему они так сильно не похожи на Стива, как будто бы они совсем из другого века. Потому что они, это то, что идет после великой катастрофы, произошедшей в мире Майнкрафта. NPC-жители, это генетические потомки Стива, а пустой мир Майнкрафта, это земля в далеком-предалеком будущем. Это потомки Стива, почему-то не могут быть другая раса, либо другая культура. ...которой произошел какой-то зомби-апокалипсис, и все люди, подобные Стиву, и были превращены в этих самых зомби. Таким образом, в мире Майнкрафта произошло нечто, что положило конец цивилизации на Земле и привело нас к полусредневековым технологиям. Все он намекает на какой-то магический зомби-апокалипсис. Потому что, куда бы вы ни пошли, вы везде найдете эту нежить и заброшенные сооружения, намекающие на человеческую жизнь. Однако, если все происходящее в мире Майнкрафта, это земля в будущем, где заново пустился эволюционный процесс после масштабной катастрофы, то тогда, как вообще сюда попал Стив? Как он пережил этот глобальный конец света? И что ж, это уже совсем другая история. Как или иначе, в мире Майнкрафта еще есть очень много тайн, которые прямо-таки кричат... Нет, обеме. Такая хуйта, если честно. Ну и говно.